Команды начали матч шустро, обменявшись опасными атаками. Уже на 14-й минуте встречи навес с правого фланга головой замкнул Анатолий Герк, открыв счет в матче 1-0. У полевчан было больше шансов увеличить отрыв в счете, нежели у гостей отыграться, но в завершающей стадии нашим футболистам немного не везло. И все же на 36-й минуте сильным ударом из-за предела в штрафной площади урала с Беста Артем Герк удваиваясь счет. Вратарь гостей оказался бессилен 2-0. Еще через пару минут Василий Филиппов в упор пробивал поворотом, но вратарь гостей сумел отразить удар, однако первым на мяче оказался Михаил Кузьмин и сделал счет разгромным 3-0. С таким счетом команды и ушли на перерыв. Во-первых, надо сказать Северскому трубному заводу, руководству большое спасибо за то, что все-таки команда сохранилась и на радость от болельщиков наша команда участвует. По сути, сначала игра именно сегодня развивалась не очень так радужно, как вы сказали, для команды, но тем не менее удалось переломить ход игры и три таких красивых мяча забили. Поэтому крепкая такая команда и я уж не думаю, что мы в этом году будем чемпионами, но все шансы быть в тройке, я думаю, есть. Во втором тайме игра немного успокоилась, хотя опасные моменты продолжали возникать, причем чаще у ворот хозяев. Трубники старались действовать в основном на контратаках, при этом грамотно позиционно защищаясь. Гостям не везло в атаке, наш голкипер Георгий Тонков был на высоте. Наши также пару раз опасно пробили из выгодных позиций, но, к сожалению, мимо. Как итог, уверенная победа Северского трубника в стартовом матче чемпионата. Первая игра все равно, много было брака в передачах, но потом есть у нас опытные игроки, которые из перерыва как бы подкорректировали, так что больше сил тратим на то, чтобы отобирать мяч, а надо на него сохранить наоборот. Ну, вот вроде поняли, ну и до логического конца довели матч. То есть задел хороший сделали в первом тайме, три гола, неплохих забили. Задача в каждой игре, как у любых спортсменов, будем отдаваться полностью, но будем стараться. Таких каких-то конкретных планов нет. У нас всегда планы побеждать, а там и будет результат, я имею в виду общий такой сезонный. Так что будем стараться. Следующий матч полевчане проведут снова дома. На этот раз 14 мая на стадионе «Школьник». Они примут горняк «Евраз» из Качканара. Начало встречи в 15.00.